всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 26 апреля у нас холод собачий я вот поработала в огороде и зашла сюда погреться одновременно убираю дуги которые уже не нужны и сейчас хочу поговорить с вами на очень интересную тему вот самые внимательные зрители уже подметили и спросили у меня а почему вот батяня завязал плоды спрашивают а есть ли плоды вот на этих на ранних томатах которые вроде бы должны были дать плоды раньше него сейчас поговорим на эту тему сейчас я усяду сюда вот смотрите когда я вчера показала про ботяню что у него завязались уже плоды и уже такие у него там еще одного сорта и возник у людей естественный вопрос как интерес а завязались ли такие плоды вот на тех ранних сортах которые считаются ранние и если нет то почему у батяне вроде бы он индетерминатный он крупноплодный и по нашим как по нашим ожиданиям по нашим понятиям он должен был в последнюю очередь после ранних начинать завязывать свои плоды давайте разбираться смотрите я вам сейчас выскажу свое мнение как я думаю почему именно батяня рванул вперед и почему у него такие крупные плоды а у тех у ранних у скороспелочек но у них тоже цветение обильно они цветут все но таких сильно больших явных плодов не висит смотрите тут дело в том что конечно все зависит от первый вопрос от расположения в теплице когда я вам говорила что при высадке в ранние сроки вот здесь самое теплое в средине теплицы место а там самое холодное и вы помните что после того как я высадила было минус пять минус шесть на улице и я говорила что я вот туда бросаю ой на самый такой на линию фронта самых холодостойких самых неприхотливых и самых выносливых вот они все цветут вот тут даже маленький там про спиридона спрашивали тоже так он цветет но туда руку протянуть сложно конечно это отложила свой отпечаток и это немного как бы у этих томатов сдержала вот такой активный рост и затормозила их потому что эти которые находились самые самые срединки более теплых комфортных условиях они даже в тот период когда было холодно они активно росли у них начиналась фаза бутонизации они цвели все а те пока было холодно и у них были условия намного хуже чем у этих они из-за этого припоздали так с расположением в теплице разобрались и тут еще один очень важный фактор который мы не должны как упускать надо тоже заострять на него внимание это сроки созревания мы почему-то привыкли думать что индотерминантные вот эти высокорослые крупноплодные что они должны очень долго ну как и куст формировать и большой плод формировать что все у них медленнее и что они дольше от них ждать урожай в большинстве случаев это да это так и происходит и на самом деле мы сначала кушаем ранние которые быстрее сформироваются потом уже вот эти но ботяня у нас прекрасное исключение ботяня это именно тот сорт как про него пишут очень удачное совмещение крупноплодности и раннеспелости знаете что если вы посмотрите информацию посмотрите сколько дней срок созревания раннеспелых томатов указывается 80 90 посмотрите ради интереса в интернете информацию про ботяне сколько у него срок указывается 90 вы не ослышались у него у этого индотерминантного крупноплодного сорта точно такой же срок созревания как у раннеспелых томатов то есть он по по срокам не намного отстает от тех а тут еще получилось так что он как бы он же вроде как элита но такие уже крупные сахаристы они будут и он выставлены в лучшие условия и у него здесь вот дали ему тут фору он и так с коротким сроком вегетации ему еще дали более теплое место здесь а те с таким же сроком примерно с таким же сейчас я назову какие у них более холодная конечно ботяне образовалось все у него это и цветение и и плодоношение началось завязывание плодов намного в ускоренных вот таких вот сроках вот поэтому иногда мы смотрим и удивляемся и понять не можем нам кажется ну парадокс как это ранние томаты в теплице позже дали цветы и позже дадут урожай чем вот этот крупноплодный индетерминантный томат но если мы присмотримся внимательно опять же вот и про место расположения и про характеристики сортовые то мы поймем что никакой загадки природы здесь нет ботяне вообще удивительный сорт он вот с этой у него вот это все ускоренное несмотря на это у него очень крупные будут плоды 200 300 грамм если те будут 50 60 70 то эти 200 300 у некоторых до 700 грамм но тут видите опять у каждого будет по-разному смотрите сколько много цветов в кисти если вы хотите большой крупный плод то некоторые конечно форме нормируют убирают лишние цветочки ясно что если 5-6 цветков в кисти то они не могут быть ни по 500 ни по 700 граммов они будут тогда мельче но это совсем другая тема вот на этот вопрос почему у ранних в это время нет а у ботяне уже завязались плоды вот такой мой ответ ему и дали место потеплее и срок у него ненамного вот про те я сейчас скажу я сегодня почитала у ранних спелых сортов вот 80 90 даже ультра скороспелые которые вот ренет указан ультра скороспелый у него это указывается 75 80 дней это очень маленький срок а у ботяне 90 для эндотерминатного для крупноплодного сорта это рекордные вот такие сроки созревания это посчитаем если он у меня в феврале начале феврале например взошел сейчас посчитаем когда он должен дать первый плод начале февраля зашел начало марта начало апреля начало мая короче вот в начале мая но хотя бы в первой половине мая у ботяне уже должен быть первый начинающий спеть плод но поспевший может быть но это все зависит конечно от условий если бы это было если бы он был высажен например в открытый грунт стандартные сроки в теплое время ему не нужно было бы переживать вот этих всяких стрессов скачков то холодно пожарка может быть он созрел бы так как заявлено через 90 дней первый плод но так как он у меня в теплице в ранней высажен в марте и он прошел очень сложная у него была молодость то я конечно подразумеваю что может быть не через 90 а через 100 дней он даст первый спелый плод все равно это очень хорошо и это вот такой сорт который может нас удивить если кто не выращивал советую попробовать вырастить ботяню растет прекрасно и в открытом грунте растет прекрасно и в теплицах он и крупный и красивый и сладкий единственное что он иногда капризничает вот он у меня был такой как про него же я говорила что были фиолетовые у нее в листики но сейчас смотрите температура изменилась стало тепло как бы холодов нет и видите все листики у него стали зеленые все если к нему хорошо то и он по хорошему все до свидания